Пусть Господь хранит Отечество наше, всю историческую Русь, но в эти дни особенно Россию. Пусть Господь вразумит всех, кто имеет разные точки зрения, в том числе и на политическое положение в стране, и на минувшие выборы, вступить в реальный гражданский диалог, не разрушая нашу национальную жизнь такими трудами по крупицам собираемым, но для того, чтобы преодолеть недоумение, восстановить доверие, сделать общество еще более сплоченным и способным идти в будущее. И власти должны с большим доверием отнестись к людям и содействовать этому диалогу и общению, преодолению недоумений и разногласий, с тем, чтобы никакие человеческие соблазны, никакие ошибки, никакое неправильно понятое служение благу страны не разделяло людей. Нам более не дано право на разделение. Кровь, пролитая в 20 веке, не дает нам право на разделение. А чтобы жить вместе, облекитесь во всеоружие правды Божией, как учит нас апостол Павел. И если для кого-то эти слова покажутся анахронизмом, смею разочаровать таковых. Не может быть анахронизмом слово, живущее две тысячи лет и возрождающее в человеке самые сильные и самые прекрасные чувства. Пусть Господь молитвами святых новомучеников-исповедников российских благословит землю нашу миром, согласием, взаимообщением граждан, способностью совместно созидать лучшее будущее для самих себя и для следующих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok